Солнце и небесные тела Вокруг мамы ходят, отражая свет её, хороводы водят. Это планеты. Тема нашего урока «Планеты. Солнечная система». Планета. Небесное тело, движущееся вокруг Солнца по орбите. Планеты не звёзды, они не умеют сами светить, их освещает Солнце. Орбита. Путь небесного тела, обычно замкнутый. Чем дальше планета от Солнца, тем орбита больше. Атмосфера. Газовая оболочка вокруг планеты. Спутники. Небесные тела, вращающиеся вокруг планет Солнечной системы. Сутки. Период обращения планеты вокруг своей оси. Год. Период обращения планеты вокруг Солнца по орбите. Прошло много лет, прежде чем люди смогли построить правильную модель Солнечной системы. Планеты открывали постепенно. Свои названия планеты получили в честь древнеримских богов. Каждая планета Солнечной системы может похвастаться своими космическими рекордами. В Солнечной системе восемь планет. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Планеты Солнечной системы делятся на две группы. Планеты земной группы. Меркурий, Венера, Марс и Земля. Планеты-гиганты. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты представляют собой газовые шары. Они настоящие великаны по сравнению с Землей. Самая близкая планета к Солнцу — Меркурий. Своё название планета получила в честь древней римского бога Тарковли. Оборот вокруг Солнца планета совершает за 88 суток. Это самый короткий год. У Меркурия самые длинные сутки. Они составляют примерно 59 земных. Это самая маленькая планета в земной группе. Она в два раза меньше Земли. Атмосферы на планете нет. Спутников у Меркурия тоже нет. Поверхность планеты очень похожа на поверхность Луны. Она вся в кратерах от метеоритов. Увидеть Меркурий не так-то легко. Он скрывается в лучах Солнца. В древности эту планету называли неуловимой, потому что увидеть Меркурий можно или рано утром до восхода Солнца, или вечером после захода Солнца. А ещё Меркурий меняет свой облик от серпа до круга. Из-за близости к Солнцу температура на поверхности планеты днём примерно составляет плюс 500 градусов, ночью минус 160. Ярче всех на небе сияет Венера. Она хорошо видна невооружённым глазом. Атмосфера планеты очень плотная, состоит из углекислого газа. На поверхности планеты есть горы и равнины. Часто происходят извержения вулканов. Плотные облака задерживают тепло. Несмотря на то, что планета находится дальше от Солнца, чем Меркурий, температура на планете достигает выше 400 градусов. Венера – вторая планета Солнечной системы. Спутников у неё нет. Своё название Венера получила в честь древнеримской богини красоты и любви. Венера – самая красивая планета на небе. Не случайно в древности её называли «утренняя и вечерняя звезда». Третья планета от Солнца – Земля. Земля имеет атмосферу, состоящую из азота, кислорода и немного углекислого газа. Ось вращения Земли наклонена. Это приводит к смене времён года. Год длится 365 суток. Земные сутки составляют 24 часа. Земля имеет один спутник – Луну. На планете есть вода в жидком, твёрдом и газообразном состоянии. 70% поверхности планеты занимает мировой океан. Вода – основа для жизни. Главное отличие нашей планеты в том, что она населена живыми организмами. Жизнь на нашей планете появилась около 3,5 миллиардов лет назад. На нашей планете произрастает огромное количество растений. На планете Земля живём и мы с вами. Ещё в древности люди заметили ярко-красную звезду и назвали её, в честь бога войны, Марсом. Марс находится недалеко от Земли, и учёные сделали предположение, что на Марсе возможна жизнь. Ведь на Марсе, так же, как и на Земле, существует смена времён года. Марсианский год в два раза больше земного. Он составляет 687 суток. Марсианские сутки чуть больше земных – 24 часа 37 минут. После запуска межпланетной станции предположения о жизни на Марсе были опровергнуты. Марс представляет собой безжизненную пустыню. Он в несколько раз меньше Земли. У Марса есть два спутника – Фобос и Деймос, что переводится как «страх и ужас». Марс – четвёртая планета Солнечной системы. Самой крупной планетой Солнечной системы является Юпитер. Это планета-гигант. Она была названа в честь верховного бога древнеримской мифологии. Повелитель неба – так называют Юпитер, пятую планету Солнечной системы. Скорость вращения планеты огромная. Вокруг своей оси 9 часов 55 минут – самые короткие сутки. Масса Юпитера намного превышает массу всех других планет Солнечной системы вместе взятых. У Юпитера много спутников. Из них четыре больших – Ио, Европа, Ганимед, Калиста. Юпитер обладает кольцом шириной около 6 тысяч километров. Температура на планете – минус 140 градусов. Властелином колец – так называют шестую планету Солнечной системы Сатурн. Эта планета была названа в честь древнеримского бога плодородия. Эту планету знали еще в глубокой древности. Сатурн – это вторая по размерам планета-гигант. Кольца Сатурна состоят из твердых обломков камней и льда, которые вращаются вокруг планеты со скоростью 10 километров в секунду. У Сатурна самое большое количество спутников – 30. Самый крупный из них – Титан. В безоблачном небе ночью невооруженным глазом можно увидеть седьмую планету Солнечной системы – Уран. Планета названа в честь древнеримского бога Неба. Когда люди говорят, что Земля – голубая планета, они немного преувеличивают. По-настоящему голубой планетой считается Уран. Верхние слои атмосферы отражают голубые и зеленые лучи. Отсюда такой яркий красивый цвет планеты. Уран обращается вокруг Солнца за 84 земных года. Уран находится в 20 раз дальше от Солнца, чем Земля, поэтому температура на планете – минус 218 градусов. Уран имеет спутники и кольца. Триумфом в науке стало открытие восьмой планеты Солнечной системы – Нептун, названной в честь бога Морей. Это четвёртая по величине планета Солнечной системы. Скорость ветра на планете достигает более 2000 км в час. Это самые сильные ветры среди планет Солнечной системы. Период обращения вокруг Солнца составляет 165 лет. Диаметр планеты составляет 4 диаметра Земли. У Нептуна 13 спутников. Самые крупные из них – Тритон и Нереида. У Нептуна есть кольца. Исследования космоса продолжаются. Каждый год Солнечная система преподносит нам всё новое открытие. На этом наш урок окончен. До свидания!